всем привет с вами не агара и продолжаем чтение визуальной новеллы так прошлой части мы остановились перед выбором по теле домой за другом или пойти из к это ну она тоже не взялась у базу поэтому конечно же я я выберу это как же мне быть можешь подождать меня еще где-то полчаса полчаса на вполне тогда домой пойдем вместе в конце концов именно благодаря тебе у меня есть зонтик но я не хочу быть тебе обузой это что мы же возвращаемся в один и тот же дом тем более до 10 давай я закончу побыстрее ладно на все время так смущается радостно ответила она от ее улыбки у меня аж кровь прилила к лицу и щеки запылали и я поскорее взялся за веник чтобы она не увидела моего покрасневшего лица рин так не честно 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 ты же не хочешь получить удар копытом тогда не мешаем моюми потащила и цуки за собой хоть и в заворотник у меня есть зон так что если хочешь я могу проводить тебя до дома не дари боку ты моими ну в конце концов личико у тебя ничего будем считать это комплиментом но ты понимаешь что с тобой будет если попробуешь распустить руки не волнуйся привлекательности не всего что ниже лица я пока сомневаюсь пожалуй возьму-ка я это трень с собой по дороге выкинув мусорку пока и она потащила и цуки в коридор думаю он все же остался весьма доволен а они всегда ладят несмотря на свои перепалки и все же вряд ли когда-нибудь станут больше чем друзьями хотя из них может выйти отличная пара в духе господин и раб и естественно с моими в роли госпожи ты сегодня куда-нибудь собиралась зайти в продуктов или еще куда не сегодня если нужно могу ждать хоть до завтрашнего утра пожалуйста не торопись не так долго ждать не придется я лыбнулся и продолжил уборку суд с утроенной скоростью наконец-то мы отправились домой и коэда всю дорогу радостно улыбалась ну еще бы она радостно не улыбалась так четверг до большой перемены еще один урок третий урок наконец окончен день сегодня почему-то тянется невыносимо долго я уронил голову на парту хлоп-хлоп и цуки прости я не в настроении дай поспать хлоп-хлоп не цуки значит это ты моими про прости но все-таки дай поспать я не настроением 5 хлоп-хлоп тогда коэда выбери сама что нам есть на ужин как насчет рин примула припиралась ошибки быть не может это и правда ее невыразительный голос я медленно поднял голову увидел пурпурные хвостики примула почему ты здесь рима тян примула которая надлежала бы дома стоит прямо передо мной то это девочка еще одна знакомая арина такая милая прямо куколка цучими совсем с ума сошел на держу паре из нее вырастет настоящая красотка цучими сколько тебе нужно подружек она юная но такая чистая и свежая да как раз моем вкусе внимание всего класса обратилась на примула несколько парней особо надоедливо но я пропускаю крики мимо ушей примула просто стоит рядом с ничего не выражающим лицом он привел меня сюда то тебя привел она показала в сторону коридора я проследил взглядом за ее пальцем привет рентян уже пофлиртовал снарение тян и увидел безумца вот черт о отец почему вы здесь забыла дать тебе утром кое-что очень важное и принес сюда я что-то забыла но зачем было брать с собой риму тян примула никогда ни с кем не общается я подумал для нее это хорошая возможность побыть среди людей но не стоило вести ее для этого именно в академию намекая чтобы я сюда не приходил раздражает я раздражаю нет совсем нет тогда принимай гостя на риме тян он крепко обнял дочь я сочувствую на риме тяжко и приходится ахаха у нас не много общего все тоже смеется глядя на них примула похлопала себя по спине ничего не сказала думаю она пытается ее подбудрить так что вы принесли мне отец ох нет ведь чуть не забыла части держи на риме тян ты забыла его он вручил ей коробку бента из пяти отделений неужели вот твой обед раз уж ты забыла его и сделал все заново может ты не слишком изысканный но тут уж прости меня на риме тянь не он снова ее огнял это называется не слишком изысканный у отец большой вам спасибо а кушай хорошенько и расти большой на риме тянь такой же шумный веселый как всегда ну теперь дело сделано и мне пора уходить примула домой я вернусь как только закончатся уроки жди нас дома хорошо да подожду примула вышла из класса вместе с королем все с тем же выражением на лице классе пугающе тихо тут чимику чего думаю тебе стоит быть настороже и что черт возьми мне теперь делать что там такое стране официально начался сезон дождей и сегодня вполне предсказуемо льет как из ведра памятуя вчерашнем сегодня все запаслись зонтами как только закончился последний урок ученики сразу стали расходиться из класса даже заходить по дороге никуда не захочется я тоскливо смотрел в небо затянутое тучами каэды в такой день отправившись по магазинам внушает уважение скорее бы закончился этот сезон дождей только начался он говорит скорее бы наверное дождь любят только угрюмые люди но моим словам не остановить дождь думаю надо просто идти домой так еще немного побыть здесь или идти домой давайте немножко побудем я не знаю ринкун ринкун смотри как поливает такой же ливень как и вчера только угрюмые но ее бодрый голос разом опровергает мою теорию не знаю почему носила возбуждена прыгает у окна значит это и называется сезон дождей такой дождь лет каждый день как интересно мы не можем жить без воды и потому земля впитывает побольше влаги до того как наступит жара как интересно неужели тебе в самом деле интересно а вот я ненавижу дождь ходишь мокрый грюмый да еще и зонтик постоянно с собой таскаешь но в один прекрасный день это безобразие закончится и наступит лето только это меня подбадривает правда а вот мне дождь нравится еще люблю гулять под зонтом разве такое тебе не в радость наверное тоже чувствовал что-то подобное пока был ребенком но сейчас ни капли правда а мне так и хочется забраться на крышу раскрыть зонтик и умчаться в небо такой способ покорения воздушных просторов сильно бы удивил братьев рейн вряд ли бы ты сейчас радовалась если бы забыла зонт дома ох эй спасибо что позволю пройтись тобой ринкун все-таки забыла а вот мы впервые видим как выглядит рингун не за что ты ведь моя соседка однако по дороге мы сильно привлекли внимание окружающих школьники мимо которых мы проходили еще какое-то время провожали нас взглядами я привык такому обилию внимания меня часто дразнили из-за коэда мы все одержались рядышком чтобы уместиться под одним зонтом а дождь лился также нещадно мы шли под шум дождя и слушали как его капли с плеском разбиваются об асфальт что-то не так спросил я заметив что сила смотрит на меня нас улыбкой помотала головой ничего такого просто просто что я думаю о том какой же ты милый радостно ответила она я ведь ничего особенного для тебя не сделал я о том что твой рукав насквозь промок она выразительно взглянула на мое правое плечо она и правда высовывалась из-под зонта и теперь мокрая рубашка прилипла к телу прости это ведь это чтобы я не могла да не то чтобы не стоит беспокойство смущенно ответил я и сила засмеялась в этом ты весь что это твоя черта нравится мне больше всего все всегда откровенно своих чувствах хоть временами от этого становится неловко но я не против такой прямолинейности есть много парней которые куда добрее меня может и так но я ни одного не встречала кроме того я уже нашла тебя ринкун заявил она с легкой улыбкой поближе придвинулась ко мне так тебе не придется мокнуть говорю же не волнуйся об этом да все рукав мокрый уже чё я чувствую ее тепло мне неловко но в то же время приятно мы оба замолчали никак не могли придумать темы для разговора или просто были слишком взволнованы но сила продолжала улыбаться словно сама прогулка со мной доставляла ей радость наверное она очень счастлива хотя мы шли молча но похоже сам факт того что мы сейчас вместе наполнял ее радостью для сианту из тех девушек что способны ценить даже столь малое счастье она знает как быть счастливой я слышу звук капель стучащих по асфальту дождь все продолжается оказывается дождь может быть не таким уж и противным неужели его скрашивает присутствие шагающий рядом девушки си рядом со и улыбка уже одного этого достаточно вот она как прогулялся домой значит воскресенье за дочкой богов когда я утром заглянул в комнату каэда она копалась комоде чем занимаешься каэда доброе утро ринку ищу свою старую одежду старую одежду собралась отнести на барахолку нет я подумала что может ей она как раз подойдет подойдет кому приму ли она симпатично смотрится в твоей одежде ты тоже так считаешь как тебе приму думаю не так уж плохо если она ответила и не отвергла значит и действительно понравилось рада что ей пришлось по душе удивительно мои старые вещички сидят на ней просто идеально здорово примула поднимет а поднимает пускают руки изучая свою белую блузку и не прислушивается к нашей болтовне постой получается раньше у тебя был тот же размер что сейчас у примула я всегда была небольшой девочкой даже не верится какой маленькая была твоя грудь он об этом после такого замечания лицо каэда мгновенно вспыхнула я уже выросла покрасневшая она спрятала грудь сложив на ней руки прости я не хотел тебя смущать просто вспоминал да она замолчала я понимаю что сам же и создал такую ситуацию но мне неловко кстати примула еще не знакома с городом пойду-ка я с ней немного погуляю да хорошая мысль пожалуйста берегите себя мы просто пройдемся по округе там оберечься то не отчего я натянута улыбнулся вышел из комнаты держа примула за руку мы идем на улицу ага так уж получилось тебе пока придется попыть со мной я не против люблю свежий воздух понятно она сказала что ей нравится но с таким бесстрастным лицом я грустно улыбнулся и открыл входную дверь ну как уже привыкла к нашему миру как это всегда бывает по выходным улица запружена народом мы медленно движемся потоки людей примула в новой белой блузке выделяется даже в толпе проходящие мимо люди оборачиваются чтобы поглядеть не на словно сошедшую с картинки девочку все также она идет не обращая внимание на взгляды окружающих я как будто гуляю с куклой ах как тебе здесь по сравнению с миром демона не знаю ясно ну никак ее не разговорить а мне хотелось бы с ней поболтать как с обычным человеком тебя что-нибудь интересует в нашем мире да интересует о правда ее ответ удивил меня почему я раньше не спросил если хочешь куда-то пойти просто скажи мне я отведу тебя туда если смогу но только если не очень далеко не могу же я увезти ее неизвестно куда то место какое где я встретила тебя первый раз место где мы встретились она невозмутимо кивнула я впервые повстречал ее у той аркады серьезным видом заглядывала в машину конечно здесь недалеко просто немного пройти вперед пошли что такое они идут или что свои точки так мы дошли кажется должно быть где-то здесь она оглядилась побежала к показавшейся впереди аркаде заглянула в кран машину стоящую прямо у входа не то я тоже заглянул в автомат через ее плечо внутри лежит множество мягких игрушек изображающих персонажа популярной игры кажется эта игра про парня который стремится на холм цветущей сакуры и про пятерых девушек живущих рядом с ним когда внутри кончаются призы их меняют на другие ну и ладно она отошла от машины потеряв к не всякий интерес о так тебя интересовал какой-то конкретный приз они сама игра и здесь больше нет забудь котята ее интересовали и что-то настолько понравилось что же было внутри автомата в прошлый раз ну что поделать хочешь еще куда-нибудь сходим нет не надо никуда идти не отвергай меня так запросто я не долго задумался что же теперь делать тогда давай устроим экскурсию по окрестностям я остановился на самом простом решении конечно погулять вокруг каэда велела мне поберечься и дождь пошел но такого нам не уберечься никак мы стоим под кромкой крыши магазина спасает от развершихся небесных хлябей солнечный проспект был таким многолюдным но теперь заметно опустел 10 минут назад над головой расстилалась прекрасное синее небо на темные тучи в один миг проглотили синевую толпа тут же рассеялась а еще недавно все было так хорошо как это я забыл про сезон дождей не стоило бы уже усвоить урок и брать с собой склопный зунтик скоро он не кончится небо застилает хмурые облака и дождь явно не думает останавливаться когда вернемся домой тебе надо будет погреться в горячей ванне не хочу чтобы ты простудилась и в ту же секунду я лишился дара речи мозг отказывается работать и я вот спине не наблюдаю открывшуюся картину ее белая блузка намокла и прилипла к коже пусть она еще не повзрослела две небольшие выпуклости наглядно подтверждают что она девушка я вижу на ее холме как две маленькие розовые точки я знаю что поступаю неправильно не могу отвести глаз ты не носишь лифчик не дала я видимо на ее лице ничего не отразилось даже в ответ на столь бестактный вопрос что это такое как раз такого ответа стоило от нее ожидать мне нужно носить лифчик пусть пока они у нее не слишком велики думаю примерно такие же как мы юми ты и чем а нет ни о чем все же я продолжаю глазеть на них выпуклости да зря я постоянно врачу за такое на и цуки выходит я тоже нормальный здоровый парень ближайшие выходные надо купить и несколько бестхалтеров вторник я собирался в школу когда в дверь позвонили кто может заявиться в такое время я пойду открою если там торговец не стесняйся его выпроводить хорошо каэда бросила мыть посуду направилась двери но тут раздался голос примула не беспокойтесь это за мной что за тобой примула молча вышла из гостиной чуть погодя в комнату зашел это хорошо нам знакомый а привет рентян каэдетян с утра уже трудитесь копчелки извиняюсь что явился без приглашения я не помешал и над чем это мы интересно трудимся знаю что известия довольно неожиданно я забираю примула примерно на неделю слава богу забирайте что-нибудь случилось ничего особенного мы просто посмотрим не изменилось ли что-то вне за те несколько дней что она провела в этом мире как бы там ни было она все-таки гаммунку наделенной огромной магической силой нам необходимо узнать какие изменения она принесла в этот мир и как мир меняет ее но пока я не вижу никаких очевидных перемен поэтому волноваться не стоит она знает про это ну конечно я и сказал это почти как ритуал необходимо чтобы она могла и дальше оставаться в этом мире я понимаю она создана как объект для экспериментов вот почему им так там важно отслеживать перемены порожденные новым окружением похоже ли регулярный осмотр условия на котором она может оставаться в мире людей и сколько времени займут ваши опыты получится она скорее всего 45 дней 5 дней мы только-только привыкли к жизни с приму и поэтому расставание особенно печально в этот миг в комнату вернулась сама примула она держит в руках черную сумку видимо сходила к себе и упаковала вещи нам пройти примула я вернусь да мы будем тебя ждать береги себя примула покинула дом не пошевелив и брови будто просто ушла на короткую прогулку все так внезапно не верится что она и правда ушла на неожиданно появляется исчезает также внезапно мне надо побольше времени чтобы к этому привыкнуть эхо звонка пошло гулять по всему зданию извещая что утренние занятия закончились ученики потоком хлынули из классов некоторые умудрились выскочить из кабинета даже раньше учителя но в классе госпожи бени такое чревато наказанием так как мы принесли бента с собой то остались в классе и принялись сдвигать столы чтобы составить из них большой круг сегодня опять не сможем поесть на свежем воздухе говоря это на рене посмотрела в окно самого утра зарядил дождь и погода за окном самое что ни на есть хмурое что поделать сезон дождей из-за него это уже традиция обедать прямо в классе я люблю дождь разве тебе не хочется прыгать по лужам едва их увидишь зимой мне нравится ходить под замерзшим лужам но сейчас немножко не то время года меня переполняют чувства когда я слышу шум дождя а есть такие кому тоже нравится дождь мне нравится по моему дождливый пейзаж настраивает на сентиментальный лад вот уж не ожидал что одна из тех кому нравится дождь а я вообще прирожденный человек дождя если взяться описывать мою жизнь все самое захватывающее случилось во время дождя это почему дождь дарит мне отличную возможность крепко прижиматься к девушкам гуляя с ними под одним зонтом на все про свое мне почему-то кажется девушки не очень обрадуются этой новости дарине тебя тоже дождь не радует слишком грустно у тебя вид ох простите я правда не люблю хмурое небо тебе нравятся солнечные дни ага я даже чувствую себя по-другому когда я им бенда под яркими лучами солнца и мне немного грустно из-за дождливой погоды я тоже больше люблю солнечные дни обожаю голубое небо кроме того когда тогда и фотки получаются лучше в общем я считаю нужны как дождливые так и солнечные дни станет скучно если постоянно будет светить солнце или без конца будет идти дождь верно хоть мне и нравятся дождливые дни но за покупками ходи в такую погоду не очень приятно вау ты рассуждаешь как домохозяйка сучи мику кайдове паша на тебя как свежеиспеченная супруга держу пари ты никогда не занималась покупками может тебе самой попробовать стать домохозяйкой значит ты делаешь мне предложение ни в коем случае и все же домохозяюшки впечатлена ваши бенда всегда такие аппетитные моими завистью посмотрела на бенда всех прочих я знаю бенда каэда и цучими всегда великолепно бенда все тян и рентян тоже разнообразно питательны вы сами готовите да я делаю их когда готовлю себе завтрак мне всегда интересно придумать что-нибудь еще в них что в них положить м я простите я вообще не занимаюсь готовкой правда довольно неожиданно такое услышать я конечно пыталась несколько раз но последствия были катастрофические огонь взрывы кровь аннигиляция и всякое прочее она точно говорит о готовке звучит так словно она проводила химические опыты значит бенда тебе сделать делать мама нет папа ясно может кто забыл но я напомню дядюшка малой весьма необычная личность помните как недавно он принес ей бенда 5 разных видов а еще я как-то заметила что он замечательно выглядит фартуки мне кажется скоро случится настоящий переворот в религиозных представлениях как минимум со мной такое уже произошло а как насчет твоего домашнего обеда сама готовила я положила руку на плечо на рене и покачал головой для нее подобные вопросы словно пытка помолчали кайда грустно отвела взгляд у меня тоже домашний обед и какая девушка приготовила его на этот раз она на первом курсе в нее такой возбуждающий невинный взгляд хватит болтать подобные гадости разве вчера ты не получил обед от от второкусницы а до этого была девушка из параллельных классов ничего удивительного тебе знакомо вооружение нынче здесь завтра там что же ну ты поганец ну хорошо и на этом моменте ребята прервемся пусть они пообедают и мы продолжим с вами следующей части до скорого пока пока а Продолжение следует...